Панамка крючком для девочки. Выбор пряжи. Как узнать размер? Панамка крючком для девочки может выглядеть по-разному. Ее вяжут из разных цветов ниток различными узорами. Но с выбором пряжи следует быть повнимательней. Для детей лучше выбирать пряжу натуральную. Разрешается использовать нити с примесью акрила. Эта пряжа мягкая, аллергии не вызывает. Для лета же в реалитете будут шляпки, связанные из охлопковых ниток и бамбуковых. Чтобы связать панаму для девочки, вам потребуется натуральная пряжа. Только такие нити пропускают воздух. К таким причисляются нити, состоящие из охлопковых волокон, льна и бамбука. В общем, для сырья, из которого будут изготовлять панамы, в норме такие требования, как отсутствие возбудителя аллергии. Не выбирайте пряжу, которая имеет вплетение синтетических волокон. Смотрите состав нитей. Воздухопроницаемость пряжи – один из основных факторов. Благодаря этой характеристике у ребенка не будет перегрева. Характеристика – способность поглощать жидкость для пряжи тоже имеет одно из важных значений. В жаркое время люди потеют, потому нужно, чтобы аксессуар поглощал влагу. Если вы не можете определиться с цветом панамы, то лучше отдайте свое предпочтение белым, бежевым или другим светлым оттенкам нитей. Ведь они не притягивают лучи солнца в отличие от темных. Девочкам можно выбирать пряжу белого, кремового, светлого, розового или другого подобного оттенка. Как узнать размер головы малышки? Прежде, чем начать процесс вязания панамки, сделайте замеры головы малышки. Их измеряют следующим способом. В начале сантиметровой ленты измеряют обхват головы, после добавляют 1 сантиметр для припуска на швы. Потом полученное число делят на 3,14. Вы узнаете диаметр дна панамы. Чтобы головной убор хорошо сидел на голове малышки, последние 4 рядка вяжут чередованием круга с прибавлениями без прибавлений. Чтобы не ошибиться с размером самого донышка, можно использовать таблицы размеров головы для вязания. Ниже смотрите примерные данные для детей и взрослых разного возраста. Панамки крючком для девочек со схемами. Летом мамы переживают, чтобы у малышей не было перегрева. Потому мама-мастерица старается своими руками связать необходимые вещи, которые будут не только украшать детей, а и иметь практические функции. Панамка крючком для девочки может быть связана разными узорами и украшена разнообразными аксессуарами. Смотрите примеры схем для вязания. Ниже по тексту, готовую панаму вы можете украсить на свой вкус. Чаще всего девочки выбирают для отделки ленты, готовые цветки или вязаные розы, ромашки и тому подобное. Летние панамы делают из светлой. При же смотрите изображение и схему вязания изделий ниже. Мастерица украшает головные аксессуары и вязаными симпатичными элементами. Это и яркие цветы разных форм и нежные бабочки, а также разнообразные кошечки, кузнечики и тому подобное. Все эти аксессуары можно связать по схеме, они будут неповторимыми. Благодаря таким аксессуарам панамка смотрится уникально по сравнению с другими. Для декорирования панамок применяют аппликации, их просто вышивают нитками прямо на шляпки. Они могут быть в виде фруктов, ягод, котят, зайчат, цветов. Девочкам такие изделия очень идут к лицу. А ленточки и красивые поля просто незаменимы. Дальше вы увидите схему узора пышных и вместе с тем аккуратных полей для панамки. Связать крючком панаму вы сможете в любом случае, если знать основы вязания крючком. А готовое изделие понравится и маме, и дочери. Ведь панамка смотрится очень красиво, стильно и мило. Если будет переизбыток в декорировании, то такая панама будет выглядеть перенасыщенной и возможно тяжелой. Одного цветка будет вполне предостаточно. Да и множество украшений будет выглядеть на панаме не совсем уместно и будет препятствовать поступлению воздуха. Панамка крючком для девочки, 2-3 года, мастер-класс. Маленьким модницам обязательно придется по вкусу разноцветная панамка крючком, как на фото ниже. Все нитки подобраны красиво и цвета интересно подчеркивают узор головного убора. Чтобы связать шляпку, вам понадобится заранее купить нить и инструмент для вязания. Материалы, инструменты, пряжа разных цветов, крючок, фетр для изготовления цветка. Процесс наберите 6 ВП, сомкните окружность из воздушных петель. Провязывать такие петли несложно. Вначале делают петлю и сквозь нее провязывают следующую петель. Для этого придется вставить инструмент для вязания снизу. Узелок затянется, остальные петли уже будут вязаться по инерции. Крючок внутри петли, вам потребуется только протянуть нить. Потом вяжите следующий круг. Одну петлю подъема плюс 6 ВП, это для продвижения в центр окружности, а дальше 19 СС4 Ньютонов ССН. Провязывать СС4 Ньютонов не очень сложно, достаточно на крючок сделать 4 накида, после его вводят в столбик предыдущего круга и вытягивают нитку из клубка для продолжения вязания. В следующем круге провяжите 4 ВП и СС2 Ньютонов. Вяжется по тому же описанию, что СС4 Ньютона в предыдущем круге. В четвертом круге вяжите СБН, только провязывайте их как на схеме ниже, через один столбик предыдущего ряда. Для провязывания таких столбиков введите инструмент под две стеночки столбиков и провяжите столбик крючком. Таким образом у вас останется на крючке два столбика, их опять провязывают, чтобы вышел один. Готовые веера разного цвета скрепляют крючком, чтобы вышло единое целое. После сделайте поле, их можно создать так, в центре каждого веера провяжите по 7 СБН, между этими столбиками поместите 6 ВП. Поле провязывают узором сетка, 1 ССН плюс 1 ВП, далее пропустите петельку и вновь повторите рапорт. Дальше вяжите ряд по 5 СБН, удваивайте 7 столбик и так во всех следующих кругах, только в следующем круге по рисунку у вас. Будет удваиваться каждая десятая петель, потом пятнадцатая. Вяжите детскую панаму до нужного размера, чтобы она хорошо села на голову у девочки. В конце шляпку украсьте полями в виде красивых цветков. Ниже на изображении смотрите схему для создания полей. Готовую панаму следует постирать и слегка накрахмалить, так она будет хорошо держать форму. Украсьте изделие цветком из фетра и симпатичными лентами или же спиралями, как на фото выше. Такая панамка выглядит элегантно, она милая, подойдет к любому луку, выполнит защиту от лучей солнца. Летние ажурные панамки крючком для девочек, описание, фото. Даже в детстве девочки любят хорошо одеваться. Ажурная панамка крючком не оставит равнодушной ни одну малышку. И если ее вязать своими руками, то вы учтете все пожелания вашей девочки, потому, когда панама будет готова, она станет любимым аксессуаром в гардеробе ребенка. Вот такую узорчатую панамку можно связать всего за два вечера. Рассмотрим подробно, как это сделать. По диаметру донышка панамки рассчитывается следующим способом. ОГО 3,14 после отнимите 1-1,5 сантиметра. Шапка выйдет свободнее, а при помощи кулиски регулируйте ее размер. Диаметр донышка будет смотреться, как плоский круг от него и будут идти в дальнейшем расширения. При вязании изделия все же лучше делать периодические примерки, чтобы панамка красиво садилась на голову ребенка. Для вязания изделия понадобится пряжа нужного цвета пряжа для вязания украшений на панаму крючок ножницы процесс. Свяжите кольцо из ВП. Наберите 3 ВП для подъема после вяжите 19 ССН, а закройте круг САЕД. Столбиками. Опять в следующем круге вяжите 3 ВП. После 1 ССН все повторите 18 раз. Круг закройте САЕД. Столбиками. Следующий круг это 3 ВП. Первую ВП. 1 ССН делайте уже 19 раз. Круг закройте САЕД. Столбиком. В следующем круге вяжите столбики с прибавлениями. Схема предоставлена ниже, смотрите рисунок. Потом вяжите ряд без прибавлений, чтобы вышла глубина 9,5 см. Дальше следует провязать 2 ряда СБН. После вяжите рядок ССН в одну петельку ВП и так до конца рядка. 2 круга СБН провяжите до конца. Остается связать лишь поля шляпки. Поля шапочки вяжут по схеме, что предоставлено ниже. Красивая шляпка уже готова, а теперь, чтобы закончить ее вязание, вам следует украсить ее полями. А границу между полями и панамкой отметьте красивой лентой. Ее придется лишь заправить в головной аксессуар, а сбоку пришейте цветы и листья. Полученный аксессуар для девочки довольно таки простой в изготовлении. Связать его сможет любая вязальщица. Главное желание и освоить умение вязания крючком. Для деток 2-3 лет выбирайте натуральные виды пряжи без синтетических волокон. Подойдет нить ирис. Примеры панамок для малышек еще читайте на портале следующие статьи на схожую тематику.